Представляю вниманию качественную и главное надежную игровую рулетку, где за 69 рублей реально выиграть GTA 5, CS GO и другие хорошие игры. Все это возможно на сайте crazycase.ru. Ссылка на сайт в описании к видео. Здрасте, писюны вам в пасте. Не обижайтесь, пожалуйста, я просто восхищаюсь, как звучит эта фраза. Вам очень нравились ролики с жизненными историями, вы лайкали их словно сумасшедшие, но интересные истории у меня кончились. А выдумывать новые ради лайков, ну это не мой уровень, я выше этого. Я вообще мало чего выше, но этого уж точно. Все помнят мой велосипед, моего буцефала, с которого мой кореш сигал с пирса в море, который я мастерски привязал к забору. Кстати, скажите, неужели я настолько тупой в ваших глазах, что вы поверили в то, что я не мог догадаться отвертеть сидушку? Она была ржавая, ее нельзя было открутить, но не суть. Этот велик у меня украли. Да, спиздили, его больше нет. Если серьезно, этому велосипеду шел почти седьмой год. Его купила мне мама, когда я еще был школьником. С одной стороны, вроде бы давно, потому что школу я закончил давно, но с другой стороны, не так давно, потому что помню все-все-все. На тот момент он стоил космических баксов 800, тогда 800 долларов, это не те 800 баксов, что сейчас. На эти деньги ты сегодня айфон не купишь, и тогда можно было купить топовый охуенный велосипед. Мама покупала мне его с условием того, что я закончу школу. Да, у меня в школе было все настолько хреново, что родители лишь мечтали, чтобы я хотя бы закончил школу. Понимаете, у меня скромная семья, в отличие от других зажравшихся родаков, которые своим детям ставили условия закончить либо на золотую медаль, либо ни на какую, сука. И поступить только на бюджет, никак иначе, да. В общем, давно мне его купили, на данный момент велосипед был не в самом лучшем состоянии, спустя столько-то лет активного использования. Каждый день я ездил по несколько километров, и последние года два мне просто нужен был повод купить новый. Ну, знаете, покупать жалко, как бы этот же все еще ездит, и поэтому я искал причину от него избавиться, оставляя непривязанным у Макдональдсов, супермаркетов, магазинов. Так делал последние года два. Подъезжал к магазину, ставил и думал, ну, спиздя так спиздят, куплю новый, наконец-таки. И не пиздили! Два года ждал, что спиздили, а так и не пиздили, но, наконец-таки, дождался. А теперь время охуительных историй. Глубокой кромешной ночью, ближе к двум часам, я захотел жрать, заказывать еду не хотел, потому что, кроме ебучей пиццы, которую в Одессе никто готовить не умеет, и дорогущих суши, я заказать ничего не мог. Решил поехать в Макдак, приехал, делаю там заказ, а оплату кредиткой не берут, мол, терминал у нас не работает. Терминал не работает в Макдональдсе, что? Ну, пиздец, думаю, что же жрать? Пришла мысль поехать в обычный супермаркет, закупиться пивасы, принглсами. Да, я мажор, я жру только принглс. Жру их, правда, раз в полгода, но все равно. Просто, когда есть чипсы других марок, ощущение, что жрешь песок с пищевыми добавками. А если ты их еще пожрешь на ночь, утром проснешься, а у тебя во рту ощущение, что ты жрал химию весь вечер. Лучше переплатить, если есть качественное, либо не есть вообще ничего. В общем, подъезжаю я на своем Лексусе к супермаркету, вставлю на парковочное место и на всякий случай, наклоняясь к нему, делаю вид, что я его пристегиваю. Ну, мало ли, вдруг какой-то хуесос сзади в кустах стоит и смотрит, а так пусть думает, что у меня все привязано. Я оставил велосипед, ушел и я был уверен, что я вижу его в последний раз. Оттоварился минут за пять, выхожу и его уже нет. Моя реакция меня с самого начала поразила. Я просто дико засмеялся и ушел. Засмеялся от того, насколько все было очевидно и предсказуемо. Я сделал абсолютно все, чтобы его украли. Ночью, не привязанный, на парковке, прям эксперимент. А что будет, если не привязать велосипед ночью на парковке? Его украли, это так было предсказуемо. Мне велосипед жалко только в том смысле, что это была моя вещь. Только потеряв, я понял, насколько этот велик был мне дорог. Я очень много на нем проездил, он мне уже стал как родной. Жалко, как память, но не жалко в отношении того, что я потерял деньги. Этот велик сейчас стоил, ну, максимум баксов сто. Это еще если очень хорошо поторговался. Он весь скрипел, у него не работали тормоза, колеса кривые. Это месиво, а не велосипед был. Украли не велосипед, а ведро с гайками. Я даже не пытался его найти, хотя, уверяю, я бы смог. Во-первых, велосипед стоял под камерой наблюдения, прямо над ней, но это не суть важно, чувак мог быть просто в капюшоне, в кепке и лица бы не увидел. Во-вторых, я знаю два рынка сбыта пиженных одесских велосипедов, но мне просто лень было туда ехать. У меня появился отличный повод купить новый велосипед и радоваться своей будущей покупке. На этом канале куча великовозрастных долбоебов, которые залетели после серии православных видосиков, я предвижу, как они будут писать, что я неудачник. В мои года надо машины покупать, а не велосипеды. Окей, я реально неудачник, но я не могу себе позволить в 20 лет купить новую немецкую или японскую машину. Потому что если покупать машину, то хорошую, а хорошая машина стоит как квартира. Покупать ебучее ведро с гайками, трахаться каждую неделю в СТО, простите, у меня другие интересы в жизни. У меня куча знакомых, которые понакупали себе бэушных иномарок и не вылазят из долгов. Постоянно просят у кого-то занять им денег, потому что такая машина все время нуждается во вливаниях. Все же вернемся к моему велику. Он стоил от силы баксов 100. Насколько надо быть, блядь, жалким и конченым человечишкой, чтобы из-за 100 баксов идти на воровство. Блядь, у меня не укладывается в голове. Я не видел, кто украл, но уверен, что это был здоровый, взрослый мудозвон, который просто не хочет работать и решил срубить легкие деньги. Сколько же таких умников, которые решили на изи заработать ночью бабла, сидит в тюрьмах? Сколько существует человечества, столько существует и тюрьмы. Почему-то человек наконец-то не может понять, что все наказуемо. Почему люди все равно идут на преступления, идут на воровство квартиры, зная, что ежедневно садят десятки таких же, как они? Идут на угон автомобилей, зная, что десятки таких, как они, ловят каждый день. Каждый из них, кого поймали, думал, что его не поймают. Я просто хочу понять ход этих мыслей. Меня не поймают, я все просчитал, у меня все схвачено. Да, каждый второй считал, кто сидит, что его не поймают и что у него все схвачено. Да, кто-то может сказать, Леша, нет, или рассказывал пару месяцев назад, как сам пиздил с магазина там всякие вкусняшки. Да, я, но я тогда был школьником, тупым овощем. Это первое, второе, я не мог заработать деньги, а родители мне их не давали, как и моему другу. А жрать нам хотелось. Зарабатывать деньги я стал в более старших классах, в тех классах я не мог. Я всеми силами пытался найти работу, но ни меня, ни моего друга на работу не брали. Тот гениальный вор всех времен и народов, что пиздит велики, я уверен, что это здоровый лоб, который просто не хочет идти работать. Кто-то скажет, что он не не хочет, а не может, сложная ситуация, нет работы, пиздеж. Когда опять-таки я был школьником, искал работу, я находил миллион вакансий. От набирателя текста, я не знаю, как это правильно называется, до какого-нибудь садовника или помощника по уходу за лошадями. Вакансии тысячи ценность физического труда сейчас начинает очень сильно и прогрессивно расти. Потому что образование стало доступным, все считают, что они выше физического труда. И все поголовно прут в вузы, получают дипломы и идут работать куда-то там, от чего ценность умственного труда резко снижается и появляется дефицит физического труда. Я уверен, что тот пидорас, который спиздил мой велик, мог таскать мешки. На таскании мешков он уже мог заработать гораздо больше, чем мой велосипед. И этим он бы не нарушал закон. Работы много, просто надо уметь пользоваться интернетом и правильно ее искать. Тогда меня не могли принять на работу, потому что я был школьником. Никто не хочет брать на работу школьника, потому что от него будет гораздо больше проблем, чем польза. Ты же взрослый мудак, у тебя есть руки, у тебя есть ноги, но у тебя нет желания честно работать. Ты хочешь пиздить. Сразу говорю, я ни в коем случае ничего не говорю про воровской мир. Боже упаси, я его уважаю, не смею на него гнать. У меня конкретная претензия к этому пидору, который у меня украл велосипед. Сука ты помойная, я желаю, чтобы тебя нахуй сбил поезд. Я очень надеюсь, что ты не успеешь потратить все эти заработанные 100 долларов, лишь часть из них ты потратишь на бухло, от которого потом сдохнешь от отравления. Чтобы на следующий день в сводках одесских новостей была строчка. Неизвестный уебан, облеванный и обоссанный сдох у дерева в одесском дворике. Реально не понимаю, почему люди настолько похуистически относятся к своей жизни. Жизнь одна, рая нет, мы живем единожды. Конечно, в этой ситуации проще быть верующим, знаешь, что любой свой грех ты можешь замолить, это первое, у тебя будет вторая жизнь всегда, это второе. Но с атеистической точки зрения, с моральной точки зрения, с человеческой, это пиздец. Я хочу обратиться к людям, которые были в такой ситуации, которые, возможно, попадут когда-нибудь, ну, пути господни неисповедимы, господа, может случиться все, что угодно. Если вас когда-нибудь украдут или уже украли кошелек, велосипед, телефон, постарайтесь понять, что тот, кто украл у вас это, он хуже, чем вы. Потому что вы то, что имеете, купили себе сами, честным трудом. А он не может так, а он так не может, ему приходится рисковать своей свободой, чтобы украсть у вас то, что вы могли заработать сами, своими мозгами, ну, или руками, неважно. Также меня в подобных ситуациях, когда там акула ограбили вместе со мной, ну, и в похожих, меня всегда успокаивала одна мысль, что да, мне сейчас плохо, я попал на деньги, мне хреново, но через месяц я буду над этим смеяться. Время лечит почти что все, и ваша проблема не будет исключением. Это воодушевляет. И все же по поводу велика, мне как-то грустно. Да, я куплю себе новый, у меня будет велосипед лучше, чем этот. Я даже подумаю себе купить велосипед с Paddle Assist, если кто-то шарит в великах, расскажите, как эта тема вообще работает. Мне грустно в том смысле, что этот велик был мне почти что другом, и я так взял и предал его, кинул на произвол судьбы, мол, забирайте его, он мне не нужен. Я избавился от него, как от мусора, хотя он служил мне верой и правдой. Блять, с другой стороны, это просто кусок металла. Почему я пытаюсь его как-то воодушевить, это тоже неправильно. Но все равно неприятно, когда я вышел. Да, мне было смешно, но в глубине души я же оставил его на вот этом месте, на вот этом парковочном месте, и его здесь больше нет, и он никогда больше не появится в моей жизни. Семь лет, что он был со мной, и на этом закончилась история. Все. Блять, ну и грусть, пиздец. Продолжение следует...